Всем привет! Эргономика, дизайн, 25 насадок – это все хорошо. Но главный фактор для пылесоса, который собственно и делает его самим собой – это мощность всасывания. И здесь я хотел бы сразу сделать важный дисклеймер. Мы будем говорить именно о мощности всасывания, а не об общей мощности пылесоса, которая обычно раза в три больше. Имейте это в виду и не пытайтесь сравнить мощность всасывания пылесоса с мощностью лампочки у вас в люстре, иначе получите когнитивный диссонанс и впадете в напрасную депрессию. Но вернемся к сути вопроса. В общем-то, пылесосу, который хорошо сосет, можно простить любые недостатки, но сегодня мы будем беспощадны и рассмотрим только самое лучшее из самых мощных агрегатов. Я проанализировал предложение на рынке и отобрал семь беспроводных вертикалок, которые запросто утрут нос бабушкиной ракете, и у которых довольно сложно найти хоть какие-то недостатки. Хотя я постарался и все-таки нашел. Но хватит предисловий. Ставьте лайк и жмите подписаться, а я перехожу к рейтингу. Седьмое место занимает стильный и оригинальный Roborock H7. Его мощность составляет честное 160 AeroVac. Я говорю честное, потому что это тот редкий случай, когда даже в эко-режиме пылесос неплохо собирает мусор, а на максималках он вообще может затянуть в раструб собачий коврик или поднять с пола кирпич. Хорошо, что здесь имеется защита от перегрева. Кстати, заряд батареи расходуется экономно. При заезде на ковры пылесос автоматически повышает обороты, а на гладком полу уменьшает. Еще из плюсов нужно отметить одну из самых удобных рукояток. Инженеры Roborock догадались разместить кнопку переключения режимов прямо на ручке, так что тянуть большой палец к дисплею не нужно. Казалось бы, очевидное решение, но большинство производителей почему-то до сих пор не догадались до этого. Компания Roborock не была бы сама собой, если бы в новом пылесосе не было оригинальных идей, и они, конечно же, есть. Во-первых, для самых ленивых в пылесборнике предусмотрели держатель с одноразовым мешком. Никакой возни с фильтрами, просто выброси мешок и заряди новый. А во-вторых, насадки держатся на станции при помощи встроенных магнитов, быстро снимаются, быстро устанавливаются. Классно придумано. Отдельную благодарность хотелось бы выразить за мебельную насадку со съемными торцами. Будучи опытным производителем роботов-пылесосов, Roborock знает, насколько это важно для обслуживания. При этом на волне успеха компания уже начинает почивать на лаврах, и ярким доказательством этому является основная насадка с несъемной трубощеткой. То есть, не то чтобы трубощетка неразборная, а вообще несъемная. Не помыть, не почистить. Такое впечатление, что мебельную и основную насадку делали на разных заводах. В общем, пылесос хороший, но не идеальный. Особенно с учетом стоимости, которая возросла в силу сложившейся ситуации. Совсем недавно Roborock можно было купить за 30 тысяч, но теперь цена стартует от 34 до 36 тысяч, в зависимости от площадки. Следующий мощный пылесос Polaris PVCS 7090 Handstick Pro Aqua. Двигатель у него такой же, как у Roborock H7. Выдает до 160 аэроватт, но в функциональном плане Polaris обходит конкурента. Начнем с очевидного. У Polaris 7090 самая удобная штанга из всех существующих. Она состоит из двух частей, разделенных шарниром. Такая конструкция избавляет от вставания на колени перед диваном. Углы поворота основной насадки гораздо больше, чем у Roborock. Подобно кота Нихатори Ханза, Polaris 7090 становится продолжением руки. Производит молниеносные и точные проезды, быстро уничтожает скопление мусора. Комплектация у Polaris тоже побогаче. Производитель не забыл о такой важной штуке, как щетка для одежды. Вот смотришь ты на своего кота и думаешь, чего это он такой довольный? Оказывается, он просто отлично выспался, потому что спал на твоем костюме. В такой ситуации без щетки с велюровым покрытием не обойтись, даже если она не соберет всю шерсть. По крайней мере, ее можно будет запустить в убегающего кота. Также в наличии настенное и напольное крепление, так что стену дырявить не обязательно. Есть и полезнейшая насадка для влажной уборки. Она позволяет пылесосить и вытирать полы одновременно. Мебельная щетка у Polaris не такая крутая, как у Roborock H7, зато со встроенной ультрафиолетовой лампой. Может она и не вытащит клещей из обшивки дивана, но по крайней мере заставит их понервничать. Однако не все так радужно, у пылесоса нет дисплея, поэтому перебирать режимы приходится последовательным нажатием кнопочки, что не очень удобно. Качество сборки среднее и заметно уступает тому же Roborock. Но главная проблема – отсутствие ковровой щетки. Убирать ковер мягким валиком – то еще удовольствие, я вам скажу. От пылесоса за 40 тысяч рублей ждешь чего-то большего. А вот американский от VLG9 полностью оправдал мои ожидания. Он дорогой, компактный и очень мощный. Заявленная мощность всасывания – 170 аэроватт. И действительно, если сдвинуть тумблер в крайнюю позицию, на гул пылесоса сразу же сбегутся соседи, а насадка намертво прилипает к ковру, даже несмотря на увеличенную площадь подошвы. Ведь в раструбе находится не одна счет, как у конкурентов, а сразу две. Мягкий валик, который натирает пол до блеска, и ковровая щетка того же типа, что у Roborock H7. Преимущество такой конструкции вы оцените сразу же, как начнете уборку. Больше не нужно все время переставлять щетки или делать раздельную уборку. Сначала пылесосить в доме все ковры, а потом все участки с гладким полом. С от VLG9 все просто – взяли пылесос и убираете где угодно и в любой последовательности. Основная насадка оснащена мощной подсветкой в виде двух фар с тремя лампочками на каждой, так что ни одна соринка не скроется от этой смертоносной машины. Максимальную пользу подсветка приносит при работе под шкафами и диванами. Несмотря на безумную мощность, весит от VLG всего полтора килограмма, так что манипулировать им легко, даже если вы блондинка с ногтями. Ребенок в душе или ребенок по факту. Плюс у от VLG есть гофрошланг для работы в труднодоступных местах. И конечно же куча насадок. Щелевая, универсальная и мебельная. Всех их можно разместить в специальных ячейках напольного и настенного крепления. Конечно же, не обошлось и без минусов. У пылесоса спорная эргономика. Кнопки расположены так, что держать пылесос и переключать режимы одной рукой не получится. Только если вы не гринч, укравший Рождество. Однако, вложенные в покупку монетки от VLG отрабатывает до последней копейки. Но, как и на другие модели, цена на G9 возросла с 30 до 38 тысяч рублей за последнюю неделю. Следующий пылесос приехал в рейтинг прямиком из Кореи, если не считать кратковременный заезд во Вьетнам, где Samsung теперь собирает свою технику. Модель называется Samsung Jet 90 Complete Extra. И несмотря на его изысканный дизайн, перед нами настоящий монстр, выдающий 200 аэроватт. С такой тягой ковровая щетка в считанные секунды приводит в порядок собачью подстилку. Легко собирает семена и палочки, вытягивает из ковра песок. А для гладких покрытий лучше использовать мягкий валик с серебряными нитями. Они снимают статическое напряжение и помогают оторвать пылинки от пола. Хотя, честно говоря, с такой мощностью я бы больше переживал, чтобы не оторвать от пола кусок паркета, а не какие-то там пылинки. Корейцы, как обычно, продумали каждую мелочь и позаботились о комфортной эксплуатации. Начнем с того, что у пылесоса телескопическая штанга, что у вертикалок встречается крайне редко. Samsung Jet 90 подойдет и для Майкла Джордана, и для Питера Динклейджа. Каждый сможет настроить штангу себе по росту. Для хранения пылесоса предусмотрена устойчивая напольная станция. Кстати, на ней имеется дополнительный отсек для зарядки второй батареи. Не забудьте докупить ее, если у вас большой дом, потому что одного заряда хватает только на 6 минут при максимальной мощности. А за дополнительные деньги можно купить еще и станцию самоочистки. Она полностью избавит вас от контакта с пылью. Недостаток всего один, но очень существенный. 60 тысяч рублей, и это еще без очистной станции. На третьем месте такой же мощный, но куда более доступный. Jimmy H9 Pro. 200 аэроватт хватает для обработки любых покрытий. Можно и семечки с ламината собрать, и собачью подстилку привести в порядок. Принцип работы традиционный. Для гладкого пола используется ворсистый валик. Для ковров устанавливаем лепестково-щетинистую щетку. Удобство эксплуатации обеспечивает пистолетная ручка с управлением одной рукой. Штанга с изломом посередине и множество дополнительных насадок, включая щелевые насадки, щетку для одежды, угловой переходник и гофрошланг, который превращает ваш крутой пылесос в забавного слоника. Он поможет собрать шерсть и вытянуть пыль из оккупированного котом кресла. Есть и отдельная мебельная насадка такого же типа, как у Polaris 7090, только без ультрафиолетовой лампы. Докстанция у Jimmy H9 Pro одна из лучших на рынке. Во-первых, она напольная и при этом достаточно устойчивая. Можно не переживать, что убегающий от вас кот опрокинет ее. А во-вторых, в ней можно разместить все насадки и не искать их потом по всему дому. Автономность достаточно высокая. Полчаса в стандартном режиме и целых 17 минут на максималках. Оптимальный вариант – активировать режим авто, чтобы пылесос сам регулировал обороты в зависимости от напольного покрытия. Тогда при высоком качестве уборки батарейки хватит минут на 20-25. А если у вас большой дом, можете докупить еще один аккумулятор. Для его подзарядки уже предусмотрен отдельный стакан. Недельку-две назад Jimmy H9 Pro стоил примерно 27 тысяч рублей. И за эти деньги это было топовое предложение для вертикалки с такой мощностью. Благодаря инфляции теперь Jimmy стоит в пределах 36-38 тысяч рублей. Но даже низкая цена не позволила бы подняться H9 Pro выше, так как основной критерий отбора у нас – мощность всасывания. Поэтому Jimmy заслуженно остается на третьем месте. А обошел его почти идеальный Конго Рокстар 1500 Ultimate ErgoVet. Рабочие инструменты у него такие же. Если нужно почистить плитку и линолеум, устанавливаем в насадку мягкий валик. А если нужно обработать преддверный коврик, ставим лепестково-щетиничную щетку. Но самое главное – чудовищный мотор, выдающий 230 аэроватт. Рокстар 1500 настолько мощный, что когда нажимаешь спусковую клавишу, в доме сразу же открываются форточки, а на улице начинают шуметь деревья. Хлопья, крупа, камешки, металлические предметы – все окажется внутри пылесборника. Комплектация у Рокстар 1500 широчайшая. Среди прочих насадок есть и зловещие щупальцы из фильмов по Стивену Кингу. На самом деле это очень удобная гибкая насадка для подлокотников дивана. Часто используемые насадки можно разместить на стенной станции, остальные можно сложить в фирменный мешочек. Еще есть насадка с бачком и микрофиброй. Она ускоряет комплексную уборку. Получается, что пылесос собирает мусор, а следом вытирает пол. Нельзя не упомянуть и про штангу с шарниром. Она такая же, как у Jimmy H9 Pro. Можно добираться до пыли под кроватью без лишних телодвижений. Добавим сказанному дорогой пластик, четкую подгонку деталей, стильный дизайн. В общем, Рокстар 1500 определенно стоит своих денег. Правда, теперь цена не 35 тысяч, а 45. Но благо у производителя есть такая же моделька с наименованием Ergoflex, у которого комплектация попроще, но и стоит она дешевле. Но для победы недостаточно быть просто хорошим и почти идеальным. Для победы нужно доказать превосходство над конкурентами, как это делает Dyson V15. Мощность всасывания почти такая же, как у Kongo Rockstar. 240 аэроватт, а качество уборки несопоставимо выше. Как же так получается? Дело в том, что у Dyson есть боковая лампочка, которая подсвечивает пылинки на полу. Сразу видно, где остались неубранные участки, и можно быстренько обработать их. Кстати, преимущество лазерной подсветки по сравнению с обычной заключается в том, что она эффективна даже в дневное время. Другая инновация состоит в том, что пылесос показывает статистику по собранным частицам разной фракции. Перфекционист испытывает глубочайшее удовлетворение от того, что в пылесборнике оказалось не 6 245 832 пылинки размером до 50 микрон, а целых 7 558 245. Это не пальцем провести по полу. Вот что такое научный подход к чистоте. Мало того, в ходе уборки Dyson анализирует плотность частиц в потоке воздуха и, если нужно, добавляет оборотов. Не надо постоянно щелкать кнопку на дисплее, пылесос все понимает сам. Переставлять щетки в насадках тоже не потребуется. Для удобства производитель положил в коробку две отдельные насадки. Одна для ковров, другая для гладкого пола. Кстати, ковровая насадка снабжена защитой от наматывания волос, так что регулярно вынимать и прочищать ее не понадобится. А теперь давайте вспомним о пылесборнике Конго Рокстар, который нужно было разбирать, чтобы вытряхнуть мусор. Вспомнили и сразу же постараемся забыть, как страшный сон. Dyson V15. Вот как надо делать пылесборник. Потянули за красный рычаг, и сдвижная манжета сама почистила сеточку и высыпала мусор в корзину. Это, конечно же, не станция самоочистки Samsung Jet 90, но уже где-то рядом. На самом деле, можно еще долго перечислять достоинства Dyson V15. Тут и винтообразная щетка для мебели, и безупречная сборка, и долговечный фирменный мотор, и много чего еще. Если вы не только хотите самый мощный вертикальный пылесос, но и можете себе его позволить, смело выбирайте Dyson V15. Недавно за него просили в пределах 70 тысяч рублей, а теперь и модель вовсе пропала с радаров. Даже боюсь представить, сколько теперь он может стоить, если, конечно, вообще будет продаваться. На этом у меня все. Мы рассмотрели лучших и самых мощных из беспроводных палок. Любая модель из списка будет надежным помощником во время уборки вашего дома. А если вы хотите быть более подкованным, то предлагаю вам подписаться на канал и смотреть мои обзоры. С вами был Best Robot, до новых встреч! Пока-пока!